Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Стройка по правилам. О социальной ответственности застройщиков говорили в городской администрации. Дорога к знаниям. Сельским детям теперь станет комфортнее и безопаснее добираться до школ. Муниципалитет приобрел новые автобусы. Сказано, сделано. На смену с пиленым аварийным деревьям высадили новые клёны. Причем, как и обещали, аллея стала в два раза гуще. Провести анализ уже заключенных инвестиционных соглашений, предусматривающих создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры. А к выдаче новых разрешений на строительство подходить только с позиции наличия в документах застройщика социальных гарантий. Эти и другие рекомендации были выработаны в ходе заседания Президиума Совета депутатов. На него по инициативе главы «Анапа» Юрия Полякова были приглашены руководители городских служб и представители строительных компаний. Проблема дефицита социальных проектов особенно остро сегодня стоит в сфере образования. Есть два пути, которыми идет муниципалитет. Участие в краевых и федеральных целевых программах и государственно-частное партнерство. В планах реконструкция школы номер 6 с выделением блока начального образования на 400 мест. Строительство нового здания школы в «Анапе» по улице Спортивной 35В на 1110 мест. Есть еще проекты, но реализованы они могут быть только на условиях софинансирования. Строительство среднеобразовательной школы по улице Ленина, 191. Там мы прошли государственную экспертизу. И сегодня мы можем строить. Объект стоит 546 миллионов. 396 детей туда могли бы войти уже при условии построения этой школы. Но на сегодняшний день мы не вошли в программу в Министерство образования. И здесь рассматривался вариант у нас на рабочих группах. Ну, так скажем, благотворительное строительство не одним, а несколькими инвесторами школы для этого миханапчала. Усугубляет ситуацию позиция большинства застройщиков. Буквально игнорирование социальной сферы. Сколько детей будет в этом комплексе? Одному богу известно, я тебе расскажу. Там 2000 детей будут. И куда они пойдут в школу, я хотел бы от вас. И какие инвестиции? Что вы синвестировали в Анапу? Ну, вы же анапчанин. Вы же здесь, а родились и живете в Анапе. Вы рассказываете, что инвестиции, что это за инвестиции? Инвестиции, это когда вы построили кондитерскую фабрику, она конфеты делает для людей. Вот это инвестиции. А когда вы построили жилой комплекс, говорите, какая там зеленая зона будет. И где она там, эта зеленая зона? Пять деревьев стоит. Законодательство жестко регламентирует исчерпывающий перечень документов, которые должен предоставить застройщик для получения разрешения на строительство. И в нем не предусмотрено такое условие, как строительство социальных объектов, на что и ссылаются строители. Мы получили разрешение на строительство, прошли все экспертизы. Вышли на строительство сейчас, то есть согласовали декларацию. То есть мы не перепрыгивали никого, мы прошли все инстанции. Однако ситуацию будут в буквальном смысле ломать. С инициативой предусмотреть такое условие в законе перед краевыми законодателями выступил глава Анапы Юрий Поляков. А застройщиков призвал не обманывать покупателей. Я хочу обратиться вообще ко всем застройщикам. Дают рекламу. Мы строим такой-то комплекс. До школы 150 метров, до садика 200 метров, до моря 200 метров. Мне просто интересно, а что вы рекомендуете наши муниципальные школы? Вы что, построили их эти школы и садики? Что вы рассказываете, там 100 метров до садика или 100 до школы? Вы что предлагаете людям? Потом эти люди ходят к нам сюда стучаться. Нет садика, нет школы. Совет депутатов озвучивает обращение к застройщикам и рекомендации в адрес администрации. Тщательно анализировать строительную документацию, провести ревизию всех инвестсоглашений на предмет социальных гарантий и контролировать условия договоров. Совет муниципального образования настаивает, и, насколько я понимаю, администрация нас поддерживает, о том, что мы сегодня на территории нашего муниципального образования привлекаем, призываем, приглашаем только в социально ориентированный бизнес. Бизнес, который готов вкладывать свои инвестиции в социальную сферу и в развитие муниципального образования. Не в развитие своего бизнеса, а в развитие муниципального образования. Это только первый серьезный шаг в решении назревших проблем. Работа будет продолжена. Дорога к знаниям для сельских мальчишек и девчонок станет еще комфортнее. Пять новых школьных автобусов поступило в распоряжение управления образования. Новенькие авто пришли на смену старой технике, которая уже отслужила свой срок эксплуатации. Средства на приобретение автобусов выделены из местного бюджета. Вот уже более 20 лет Анатолий Михайлович каждое утро забирает детей с удаленных населенных пунктов Анапского района и везет в школу. Работать водителем школьного автобуса – большая ответственность. Очень важно, чтобы техника всегда была исправна. Этот новенький паз обеспечен всем необходимым, чтобы сделать перевозку школьников не только комфортной, но и безопасной. Сделано все для безопасности детей. Всевозможность от блокировки. Ремни безопасности, новые конфигурации уже стоят, не такие, как на старых были. Аварийные выключатели всевозможные. Дверь открылась, если ребенок встал на подножку, дверь уже не закрывается, не прищемишь ребеночка. Вот я уже вожу детей, детей, которых я возил, начинал возить. Это у меня уже третий автобус, который два было стареньких, а это уже более такой современный. Конечно, новое есть новое. Век школьного автобуса недолг. Всего 10 лет и машины идут на списание. Старый автопарк уже практически исчерпал свой технический ресурс. До августа этого текущего года у нас автопарк составлял 26 автобусов. В августе было приобретено два автобуса. Сегодня, как видите, еще три за счет местного бюджета. Все автобусы оснащены навигационной системой ГЛОНАСС, ограничителями скорости, внешними громкоговорящими устройствами, цифровыми тахографами, устройствами вызова экстренных оперативных служб и другим оборудованием безопасности. С наступлением холодов вопрос перевозки детей становится особенно остро. В сельских школах отмечают – хорошо, что подоспели вовремя. Дождались. Новый автобус получили. Необходим для подвоза детей с ближайших населенных пунктов. В сельской школе необходимость. Подвозим до 180 человек в две смены. Кое-как успеваем. Надеюсь, еще второй будет работать у нас. Сейчас идут завершающие процедуры оформления. Техника будет укомплектована, застрахована и зарегистрирована. И в ближайшее время все автобусы выйдут на линию. В Анапе на улице Ленина высадили шестиметровые клёны. Это плановая работа по обновлению зеленого наряда города-курорта. Восемь отживших свой век деревьев заменили 16 молодых красивых клёнов. Закладку «Новой аллеи» оценил глава Анапы Юрий Поляков и подчеркнул. И в дальнейшем на курорте на место каждого спильного дерева должно быть высажено два или три новых. Глава Анапы побывал на месте закладки «Новой аллеи», оценив инвестиции в озеленение города-курорта. Саженцы из краснодарского питомника «Розовый сад» оплатил владелец санатория «Анапа-Океан». Возраст спиленных клёнов приближается к 50 годам. Деревья были пустые, внутри от гнили. Их замена работа плановая. Молодые деревья шестиметровые. Это клён Фримана, сорт «Фэнтези». То, что был ажиотаж до этого по спину деревьев, он был неактуален абсолютно. То, что обещали, всё сделали, будет сейчас намного деревьев больше и лучшего качества. Эти растения проживут как минимум лет 40-50 отработают на данной территории города. Глава Анапы подчеркнул, на курорте каждый собственник санатория или торгового объекта должен озаботиться внешним видом и озеленением прилегающей территории. Ещё лучше идти таким путём. Одно убрали дерево, а выдали опоробочный билет. Два или три надо опосадить. Потому что Анапа должен быть зелёным городом. И вот хотел обратить внимание на Ореховую рощу. Приезжали депутаты ССК, и мы ходили, смотрели Ореховую рощу. Я так понимаю, что Ореховая роща тоже не весь здесь растёт. Потому что половина деревьев, они такие подсохшие. И чем мы будем одосаживать? Потому что Ореховая роща само по себе название, оно соответствует тому, какая она должна быть. Ореховая роща – не единственный фронт работы зеленстроя. Планы на обновление зелёного убранства Анапы долгосрочные. Во-первых, у нас ещё много деревьев старых, сухих на улице Кати Соловьяновой. Там у нас каштаны уже свой век отжили. То есть нужно будет там планировать снос аварийных деревьев и планировать посадку. Также мы ведём работы по предложениям по новым посадкам в территории города на 2018 год. Есть много интересных задумок. Сейчас будем выходить с предложением по этому поводу. В новом терминале Анапского аэропорта встречали победителя первенства мира по профмастерству WorldSkills, который прошёл в Абу-Даби. На нём национальная сборная заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. За награды боролись представители 77 стран мира. Юные жители Новороссийска стали лучшими в компетенции робототехника. В городе-курорте их встречали хлебом с солью. Долгожданная встреча. В зале прибытия педагоги родители Софии Горпенко, 15 лет, Роману Магунову, 14. Они взяли золото в компетенции «Мобильная робототехника». Им было необходимо решить задачу по транспортировке условных овощей на склад. Кроме того, написать инженерную книгу и представить свой проект. Всего 6 пунктов задания по всем получили плюсы. «Боже мой! Что же теперь делать? С ума сойти!» «Два месяца трудов оправдались. Мы верили в себя, конечно, но смотря на работу других соперников...» «Мы знали, да, что они тоже очень сильные и до последнего результата своего, то есть баллов, как судьи смотрят на нас и как они расставили баллы, мы не знали ничего». Принципиальными соперниками оказались сверстники из Финляндии, а также климат Арабских Эмиратов. Для того, чтобы поехать на мировое первенство, им пришлось победить на краевых, окружных и всероссийских соревнованиях. Затем двухмесячная программа подготовки. На чемпионате их поддерживала тренер, преподаватель из лицея, где они учатся и занимаются робототехникой. «Мы использовали разные приемы, мотивировали ребят. Даже такая мотивация, как попасть к президенту на прием, она тоже действовала. И ребята вчера были в Кремле, встречались с президентом, они добились того, чего хотели». По словам чемпионов, первое, что они намерены сделать по приезду домой – это выспаться. После этого намерены продолжать совершенствоваться. Сегодня в Анапе также есть кружок робототехники на базе городской станции юных техников. И так давно здесь появились 3D-принтеры. Это позволяет отойти от стандартных конструкторов и самим проектировать или обмениваться чертежами через интернет. Если говорить о WorldSkills, то анапчане успешно выступили на краевом и окружном чемпионатах. Компетенции – кирпичная кладка и ландшафтный дизайн. Во Всероссийском детском центре «Смена» открылась площадка для подготовки национальной сборной молодых профессионалов. Там говорят, что открыты для сотрудничества с анапскими образовательными учреждениями. На северном рынке решили проблему подтопления во время сильных дождей. Для этого проложили больше километра ливневой канализации и заменили почти две трети асфальта. Задача – создать комфорт для предпринимателей и покупателей. Такие оригинальные и стильные кепки – одна из изюминок в этом ряду. Вдоль него новый ливневый коллектор. Предприниматели констатируют – сильный дождь перестал быть катастрофой. Те, кто видит разметку, переживают, что она не доходит до их торговых точек. Но в администрации рынка поясняют, что вопрос с подтоплением решено закрыть раз и навсегда. Весной этого года проложили около 700 метров ливневки. Две трети от запланированного. Работы завершат до конца года. Здесь заканчивается сеть коллекторов. Под каждым люком по четыре насоса. Второй люк осталось заасфальтировать. Слово «эвакуация имущества» во время дождей, даже не говорю «ливни», а во время дождей здесь уже забыто. И сейчас с окончанием полного этого комплекса мероприятий, ну уже я могу сказать, что да, да. Действительно это так, что мы полностью снимем вопрос подтопления ярмарки на Северной. Помимо этого на рынке усовершенствовали систему водостоков. После того, как территорию фактически осушили, появилась возможность заменить асфальт. Для асфальта самое страшное – это вода. Самое страшное, что его разрушает. Значит, главное, мы систему водоотведения сделаем. Воду спустили с крыш, спустили ее уже в ливневке, а не на асфальт, как раньше она сходила. Укладку асфальта также начали с начала года. В итоге заменили почти две трети покрытия. Ой, асфальт – это очень хорошо. Гости из Москвы уже регулярно приезжают в санаторий. Не один раз за поездку посещают рынок. Вещи, которые вот, ручная вязка, нам очень нравятся. Цены очень хорошие, очень хорошие. Цены для нас очень приемлемы. Изделия ручной работы здесь занимают три ряда. Среди них теплые зимние вещи. Есть достаточно оригинальные, как, например, эта. Сегодня риски предпринимателей снизились. Следовательно, у покупателей стало больше пространства для торга. Что актуально в преддверии зимы. Юность Динамо – будущее России. Под таким названием в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» проходит спортивно-патриотический слет. В нем принимает участие порядка 300 мальчишек и девчонок со всей России. Цель смены – демонстрация динамовской модели воспитания, гражданско-патриотического самосознания и подготовка к службе Отечеству. Самые яркие и активные представители региональных организаций общества «Динамо» приехали в смену не в первый раз. За укрепление спортивного содружества Центральное общество «Динамо» наградило орденом директора ВДЦ смены Евгения Нижника. Почетный гость торжественного открытия – генерал-майор полиции, директор фонда поддержки детских программ «Динамо» Владимир Тимошин отметил, подобные слеты играют важную роль в жизни подрастающего поколения. Когда дети по складу нескольких разных регионов страны приезжают, общаются, видят интеллект, видят своеобразие и поддерживают друг друга. Они влюбляются, они верят в необыкновенную интернациональную дружбу, дружбу наших народов. Юных «Динамовцев» ждут насыщенные две недели. Мальчишки-девчонки в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в первенстве по футболу, оказанию первой медицинской помощи, различных образовательных интерактивах и спортивных и развлекательных мероприятиях. «Новых друзей найти, впечатлений много хороших получить». «Получить много опыта разного, то есть познакомиться с другими людьми и узнать много интересного иного». «Нас вызвал к себе полковник, сказал так-то, так-то, вам оказана честь приехать сюда, потренироваться, не подведите». «Мы хотим найти здесь новых друзей, еще привести свою физическую подготовку в более лучшее состояние, провести хорошо время». «Какие-то новые эмоции нам не получить». Подарком для участников Всероссийского детско-юношеского форума «Юность Динамо. Будучи России» стал праздничный салют. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды и фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» – 93А, «Крымская» – 98, «Амелькова» – 28 и «Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 26 октября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 12 градусов. Ночью прохладнее – 8 выше 0. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 13 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапокян» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.